Здравствуйте! В эфире канала ОТВ познавательная передача «Один совет» и ее ведущая Мила Тарасевич. Как часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как грязные, обшарпанные и изрисованные подъезды? Да сплошь и рядом. А ведь как хочется по возвращению с работы домой скорее оказаться в уютной домашней обстановке. И чем наш дом ближе, тем приятнее на душе. Открываешь дверь подъезда и мысленно уже находишься у себя дома. Как превратить свой подъезд в часть вашего гнездышка? Об этом вы обязательно узнаете, посмотрев мою рубрику «Домашний уют». Практически каждый человек в душе сладкоежка. Как бы люди не пытались скрыть это, мало кто откажется от вкусной шоколадной конфеты, пирожного или печенья. А уж если наступил праздник, к примеру, день рождения, то без великолепного вкусного торта дело точно не обойдется. В следующей рубрике мы как раз расскажем вам о кондитерских новинках и не только. А вы знаете, что жители некоторых домов не ждут милости от Джека и превращают свои подъезды в настоящие галереи, оранжереи и музеи, куда уже даже водят экскурсии? Возможно, скажете вы, что это лишнее, достаточно, чтобы просто было чисто. Если даже так, то все равно однажды наступит праздник, на котором вы все-таки задумаетесь о том, как украсить подъезд. А что мешает каждому из нас уделить немного времени для своего родного дома, для себя, наконец, для своих детей и при незначительных затратах создать в собственных подъездах праздничное настроение? Достаточно проявить немного фантазии и, применяя подручные материалы, красиво украсить свой подъезд, как это сделала Наталья Поткина, жительница нашего родного города. Океан, дельфины, ангелы, цветы. Вот что каждый день видят жители первого подъезда дома на Рябиновой улице вместо однотонных унылых стен. Дизайн и композиция продуманы до малейших деталей. Здесь лестничный холл – это продолжение квартир, а если точнее, отдельная комната, которая по интерьеру может посоревноваться со многими современными музеями. Однако создатель и главный дизайнер этого арт-хола Наталья Поткина не планирует ни с кем соревноваться. Наоборот, ее цель – объединение. Она стремится сделать соседей одной семьей. Когда наши гости приезжают, они останавливаются возле этого объявления и читают, соседей нужно любить больше, чем родственникам. Они всегда рядом. Соседи хорошие, это дорогого стоит. Но плохих соседей не бывает. Просто бывают неправильно наши отношения друг к другу. Благодаря Наталье такие оригинальные объявления висят теперь на каждом этаже. Кроме того, я сделала доски объявления, которые находятся в лифте. И туда я постоянно вывешивала информацию. И радостную, и анекдоты, и поучительную, воспитательную, и о здоровье, о красоте. Все туда я выставляла, народ читал. Но основная работа проделана на третьем. Не так много времени понадобилось для создания этой красоты. Все расходы соседи делят между собой поровну. По словам Натальи, некоторые гости начинают снимать обувь чуть ли не в лифте. Камин, который не сразу отличишь от настоящего, создает впечатление, что это уже квартира. И уже никак не подъездный коридор. Первое. Должен быть уют. Уют – это камин. Красота – это цветы. Ну и, конечно же, отдых. Отдых – это океан. Это вот морские обитатели. Ну и, конечно же, безусловно, мы все верим в Бога. И приглашали священника. Мы осветили все свои квартиры, осветили наш коридор и наш этаж. Между вдохновением и конечным пультом всегда лежит огромное количество работы. Наталья привыкла к труду и дисциплине. Она гордится тем, что всю жизнь работала с военными. Но еще больше она гордится своими соседями. Тимофеем Балашовым и Владимиром Леном. Ветеранами Великой Отечественной войны. Наталья рада, что у нее есть возможность работать с ними. Правда, теперь на своем этаже. В шутку она называет себя локомотивом, а соседи – своими вагончиками. Причем вагончики очень умелые, отзывчивые, замечательные. Ирина и Тимофей Балашовы тоже рады, что у них есть такой локомотив. У всех соседей характеры разные. Но когда есть такой человек, который объединяет всех, который стремится сделать нашу жизнь лучше, красивее, конечно, это очень сближает. Наталья верит, чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. И она совсем не боится того, что ее труд может быть уничтожен вандалами. Ребята, вы знаете, на красоту рука не поднимается. Надо делать как можно больше красоты. Поверьте, она воспитывает людей, и люди не трогают этого. Но если уж тронут, ну бог с ним. Сбросимся еще, еще раз делаем. Очень часто мы не осознаем того, что действительно можем изменить этот мир. Мы забываем, что для этого не обязательно нужно иметь власть и вершить мировые дела. Можно для начала попробовать изменить свой подъезд. Кейк-попсы, макаруни, капкейки, профитроли. Эти названия наверняка не настолько известны, как, к примеру, маффины и эклеры. В следующей рубрике вы узнаете об этих кондитерских новинках. И даже если с первого раза вы не запомните названия, то попробовав однажды уже точно никогда не сможете забыть их вкус. Конечно, если вам повезло с кондитером. Здравствуйте, Павел. Спасибо огромное, что нашли время для нас. Расскажите, пожалуйста, про свою кондитерскую. Здравствуйте, Мила. Здравствуйте, телезрители. Хотелось бы пару слов сказать о нашей кондитерской. Мы работаем в городе Одинцово уже два года. И радуем жителей нашего города различными сладостями. Сейчас мы открыли это небольшое кафе, куда может прийти каждый для того, чтобы выпить вкусный кофе. И попробовать, собственно, какие-то вкусняшки, которые у нас есть в наличии. А продукцию, которую вы готовите, она готовится как? Каждый день? С какой периодичностью? Мы готовим в режиме нон-стоп, с 9 утра до 6 вечера. Мы делаем как торты на заказ, как и делали раньше. Но сейчас также готовим продукцию для витрины, чтобы клиенты, которые придут к нам в гости, всегда могли попробовать самое свежее, не только что приготовленное. Павел, расскажите, пожалуйста, какая продукция пользуется наибольшим спросом? В настоящее время, как и всегда, пользуются спросом вкусные торты. Пользуются спросом вкусная продукция. Вкусная, натуральная. Мы стараемся придерживаться наших же правил готовить только из качественных ингредиентов натуральных, не используя никакой химии. Что является самым популярным, сказать, очень сложно, но, наверное, наша классическая начинка три шоколада, которой, к сожалению, на витрине сейчас нет, потому что ее разобрали. Но можем рассказать пару слов о эклерах, о профитроле, вкусных маффинах, ну и многим другом, что здесь представлено. Давайте посмотрим эклеры, профитроли, вы нам про них расскажете. Давайте. Какая красота. Вы расскажите же нам, как она готовится, сколько занимает времени и какие ингредиенты уходят. Несмотря на знакомое название «клер» и кажущуюся простоту внешнего вида, это довольно сложное кондитерское изделие, которое занимает, производство которого занимает довольно длительное время. Здесь используется специальное тесто и очень нежный заварной крем, благодаря которому они получают совсем непритерными и очень опасными. Опасными, потому что их многое можно съесть и при этом не устать от этого. За это их клиенты очень любят. Сколько по времени занимает приготовление? В среднем изготовление партии эклеров занимает от полутора до трех часов, в зависимости от начинки и от размеров. Партии, соответственно, тоже всегда разные, да? Величина партии зависит от того, куда она готовится. Если это в витрину, то мы готовим, как правило, 15-20, чтобы они были самые свежие. Если мы их готовим на заказ, то делаем столько, сколько, собственно, требует заказчик. Это, я так понимаю, киевский торт? Совершенно верно. Киевский торт – это не самый простой торт, и поэтому не в каждой кондитерской вы можете его встретить. Непростота его в том, что здесь используется ореховое безе, которое получается не у всех. И очень вкусное фундучное пролине. Это создает тот неповторимый вкус, который любят многие поколения. Откройте же нам секрет, где в конце марта можно взять фрукты для украшения этого торта. В связи с тем, что ягоды мы покупаем непосредственно маленькими партиями для украшения, мы не покупаем их у оптовых поставщиков, а берем небольшим количеством проверенных поставщиков. Павел, наверное, можно у вас, помимо того, что попробовать вот эти вкусняшки, которые мы видим на витрине, да, можно, наверное, и попить кофе, чай? Да, конечно. Помимо вкусных угощений, вы можете попробовать у нас очень вкусный кофе, чай. Кроме того, всем нашим гостям мы предлагаем взять с собой угощения, либо напитки с собой. Поэтому с утра, с 9 утра у нас уже много клиентов, которые едут на работу и берут с собой чашечку ароматного орехового капучино, латте или горячий шоколад. Павел, спасибо вам огромное. Это наша с вами первая встреча, но не последняя. Я уверена, что мы к вам еще приедем и, возможно, даже сами лично поучаствуем в создании очень вкусного торта. Спасибо. Будем ждать. До встречи. Вы смотрели программу «Один совет». В следующий раз мы встретимся через две недели и, надеюсь, вы узнаете еще больше полезных советов от различных специалистов. С вами была Мила Тарасевич. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин